Не менее 20 тысяч делегатов из 150 стран, 5000 волонтеров, 450 представителей СМИ и обслуживающий персонал. В общей сложности Сочи ждет около 50 тысяч гостей. И каждого нужно встретить, разместить, накормить, организовать развлекательную программу. А главное – обеспечить безопасность. Участников и гостей Всемирного фестиваля разместят в Адлерском районе, преимущественно в гостиницах Эмеретинской низменности. Средства размещения под пристальным вниманием проверяющих. Каждый отель, пансионат, санаторий должен пройти проверку готовности и получить так называемый паспорт безопасности. Что мешает вам паспорт безопасности получить? Мы столкнулись с добросовестным подрядчиком. У нас в сегодняшний момент все требования, которые необходимо отелю выполнить для оформления паспорта безопасности, мы выполнили, мы все сделали. Нас не волнует, когда вы кого надялись, добросовестный он у вас был, недобросовестный. Это ваша ответственность. В основном нарушение правил безопасности в недостаточном количестве камер видеонаблюдения. Устранить недочеты отельерам придется до вторника, иначе надо будет искать альтернативу, где размещать делегатов. Безопасность обеспечат не только в местах размещения гостей и по периметру Олимпийского парка. Кстати, там на время фестиваля будет действовать особый режим доступа и ограничен проезд транспорта. Каждый отдаленный населенный пункт, каждый городской двор, куда хотя бы теоретически может вступить нога участника молодежного форума, должен быть готов ко встрече гостей. Именно поэтому на совещание пригласили председателей ТОСов, домкомов, руководителей гаражных кооперативов и садовых товариществ. Дано поручение проверить территорию. Это требует внимательно проверить чердак, внимательнейшим образом проверить подвал вместе с управляющей компанией. И естественно, что вы должны буквально проверить каждую квартиру, в которой проживают либо наши жители, либо она становится ареной. О результатах проверки глава поручила читаться в правоохранительные органы. А вот безопасность окружающей среды, воды, питания проверяют сотрудники Роспотребнадзора. Комиссия уже провела обследование объектов общепита в местах нахождения гостей фестиваля. На сегодняшний день уже проверено 37 объектов. Мы проверили 22 объекта на территории Олимпийского парка и 15 объектов открытой сети. Это объекты, которые расположены в американской единственности. Надо сказать, что нарушений достаточно много. Составлено 60 протоколов об административном правонарушении, 12 юридических лиц. Выдано 21 подписание. Еще одна проверка предприятиям-нарушителям предстоит в начале октября. А вот о безопасности здоровья, говорят специалисты, нужно позаботиться уже сегодня. В связи с проведением фестиваля в Сочи вакцинация от гриппа уже в разгаре. Задача привить максимально возможное число жителей. Для этого даже открыты дополнительные временные пункты. Расположены они в многофункциональных центрах Лазаревского и Хосты, в сочинских вузах. А по городу будет курсировать передвижная лаборатория. Кстати, грипп – не единственная опасность, которую могут привезти с собой участники фестиваля. На курорте также началась прививочная кампания против кори. К нам могут приехать люди, заболевшие. Для того, чтобы мы имели хороший коллективный иммунитет, они распространяли завезенный нам инфект. Или сами не явились источником этой инфекции. Мы поэтому прививаем корь и прививаем грипп. А корь у нас полыхает за границей, даже в очень успешных странах, как Франция, Италия и так далее, Англия. Приведены в повышенную готовность и экстренные службы – пожарные, южно-региональный поисково-спасательный отряд «Кубань-Спас». Три так называемых эшелона базируются в Лазаревском, Адлере и Красной Поляне. Коммунальные службы также должны быть готовы к немедленному реагированию для устранения аварий. Это «Кубань-Энерго», «Сочи-Водоканал», «Сочи-Теплоэнерго», «Сочи-Горгаз», «ДЭП-122», «Росдворстрой», «КГУ», «Дорожно-эксплуатационные предприятия», «Мосты и тоннели». Это все те силы, которые в случае чрезвычайной ситуации должны выполнять задачи в целях обеспечения жизни и здоровья нашего населения. Уточните свой ресурс, наш ресурс, ресурс города для выполнения поставленных задач. Когда кремахнет и земля поползает из-под ног, тогда забудут все и все, и будут заниматься только одним – спасать людей. Ряд поручений глава города дал руководству полиции, казачества, главам районов и сельских округов быть готовым, что называется, во всеоружии. Не придется ждать праздника, сложа руки и горожанам. В последнюю субботу месяца в Сочи объявлен общегородской субботник. Как почетно нам представлять Родину, так же и ответственно, еще больше. В общем-то это одно, а он как ответственно. Я еще раз хочу сказать, это событие очень важное, политическое событие, которое будет у нас происходить. Напомню, День Икс в Сочи состоится 14 октября. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.